Дорогие друзья, сегодня у нас с вами пойдет речь о Сергея Александровича Нилосе, замечательном и знаменитом публицисте православной направленности конца 19-го, начала 20-го столетия. Не все факты его биографии, я убежден, известны до сих пор. Во многом потому, что после низвержения самодержавия в России, преследуемой большевиками, этот верный сын русской православной церкви вынужден был скрываться, проводил в Жинге два льня в катакомбах. Побывал он на Лубянке и заплатил за исповедание веры пролитием собственной крови. Будучи молодым священником, я помню рассказы одной своей родовитой прихожанки, Екатерины Александровны Старицкой. Будучи представительницей старинного княжеского рода, она многое время провела в эмиграции, прежде чем вернуться в Россию, и знала всех представителей маломальски известных ученого мира, интеллигенции, творческой публики, церковных деятелей начала 20-го столетия. О ней я вспоминаю в своей книге «Мой университет». Но сейчас речь о Сергее Александровиче Нилосе. Оказывается, что родитель госпожи Старицкой учился с ним в одном лицее. И по воспоминаниям Екатерины Александровны, юный Нилос был мальчиком шаловливым, непослушным, иногда ссорился с ее отцом. Однако, войдя в возраст, стал преданным сыном русской православной церкви. Труды Сергея Александровича Нилоса, сегодня преимущественно изданные, являются своего рода памятником о той турбулентной, страшной, но и прекрасной эпохе. Замечательно, что Сергей Нилос вступил в законный венчанный брак уже в пожилом возрасте, когда супруги по естественным причинам не могли думать о рождении детей. Брак был чисто духовным. Однако, они, душа в душу, с супругой, много лет пребывали на быстрой жидре, где, по благословению Нектария Оптинского, духовно окормлявшего эту маленькую семью, купили домик. Именно там писались страницы знаменитого дневника на берегу Божьей реки, в котором дневнике Сергей Александрович Нилос запечатлел замечательные, интересные подробности из жизни обители, ее скита, ее насильников, рассказывая и фотографически точно запечатлевая день за днем Оптиной пустыней, погружая нас в тайны внутренней жизни ее насильников. Наша передача называется словесные акварели. Вот вам одна из них. Сергей Александрович Нилос любил с мольбертом встать где-нибудь близ речки и много часов отдавал пейзажам. На одном из них изображено русло реки, открывающиеся за ней дали и голубое летнее небо, с белыми напоминающими пасущихся на горном склоне овечек облаками. Однажды, отвлекшись на обед, Сергей Александрович вернулся в три часа по полудни к своему мольберту и вдруг он увидел темное облако, которое, казалось, было совершенным диссонансом в отношении светлого фона картины. Будучи человеком эмоциональным, Сергей Александрович внутренне осерчал, кто посмел так небрежно и хулигански отнестись к его труду живописца. Однако, виновного найти было невозможно. В этот же вечер между нилосами, в этот же вечер между супругами нилосами, которые жили единомысленно, были людьми интеллигентнейшими, кротко и с радостью общались друг с другом, произошла размолвка. Удалившись в негодование из своей комнаты, он вдруг вспомнил о недописанном произведении. Посмотрев на него, увидев это темное облачко, как будто грозовое, он подумал, а не старец ли нектарий? Предвидя эту маленькую душевную драму, рассказал о ней супругам самовольно, добавив несколько мазков к картине. Действительно, вечером, когда супруги постучались в келью, старец выглядел как будто виноватым. С лукавинкой он, поблескивая глазами, смотрел на нилосов и спросил, все ли мирно в их семье. Сергей Александрович Нилос, хорошо знаком современному просвещенному православному читателю и по другим своим книгам. Одна из них «Великая в малом», которая повествует о жизни оптинских подвижников, в частности у старца Феодосии, замечательно выразительными воспоминаниями этого старца, относящимися к первой трети девятнадцатого столетия. Как не назвать другую книгу Нилоса «Близ есть преддверев»? В двадцатые годы, в послереволюционной России, при обыске, если такая книга изымалась агентами ЧК, за нее тотчас расстреливали. Удивительно, но факт. Книга эта отчасти напоминает исследование современного православного писателя Юрия Воробьевского, посвятившего много времени тайне беззакония или антихристианским козням, которые проглядывают из-за некоторых событий мировой политики. Раскрыв книгу «Близ есть преддверев», вы найдете интереснейшие материалы конца девятнадцатого века. Некоторые их называют подделкой, некоторые подлинными, так называемые протоколы сионских мудрецов. Я не беру сейчас на себя задачу высказывать какое-либо мнение, но ознакомившись с этими документами, вы будете немало удивлены, потому что они во многом предсказывают ход развития событий двадцатого столетия в Европе. А мы с вами, завершая сегодняшнюю словесную акварель, помолимся об упокоении раба Божьего, Сергея, Нилуса, много потрудившегося, чтобы сложить в житницу русской церкви замечательные произведения, как оригинальные, так и им самим написанные. И, наверное, одно из главных открытий, которое является своего рода памятником творчеству и трудам Сергея Александровича Нилуса, можно назвать изданную им беседу преподобного Серафима Саровского с Николаем Матавиловым о стяжании Духа Святого. Без ознакомления с этой беседой никто из нас даже не может представить себе значимость подвига преподобного Саровского подвижника.